приветствую друзья с вами марина майорова сегодня мы с вами вместе создадим тему для программки дискорд в прошлом ролике я показала как можно загрузить уже готовую тему и установить ее у себя до в приложении она сегодня мы с вами при помощи конструктора генератора тем сделаем свою тему индивидуальную которые нет ни у кого ну вот например я вам сейчас покажу да то есть мы заходим в темы да здесь вот ранние темы которые я предыдущем ролике давала вам для скачивания их можно сюда было тоже загрузить да вот я устанавливал непосредственно себе вот этого дракона с фениксом а сама я вот создала например вот такую тему да сейчас мы отключим эту здесь много-много тем можно просто переключать и все я например создала вот такую тему сама и и вот такой темы ни у кого нет соответственно да и вот сейчас мы с вами легко и просто не зная языка программирования создадим свою тему индивидуальными и так переходим давайте перейдем программку специальную такую ссылочку на нее скину под этим видео выберем тему которую мы хотим поправить исправить и сделать ее под себя да ну давайте вот выберем например метро заходим в эту тему такое своего рода конструктор и просто-напросто идем вот по порядку по всем вот этим вот модулям да то есть сначала мы давайте установим с вами изображение если у вас например картинки загружены на каком-то сервере вы просто указывайте url картинки своей да или например в гугле вы нашли какие-то картинки ну вот например да я просто покажу как пример да там ну например картинка фэнтези картинку переходите ну грубо говоря да вот понравилась вам какая-то картинка вы правой клавиши мышки нажимаете на нее и вот прям нажимаете копировать url картинки да скопировали все это закрываете и вот сюда вот в этой строке вы вставляете url картинки enter и вот она у вас там загрузилась да вот эта картинка если у вас например на компьютере сохранена какая-то картинка заранее вы ее нашли выбрали то вы его 10 на стрелочку нажимаете переходите в файл и нажимаем выбрать файл вот у меня тут загрузках например есть какие-то картинки да ну давайте вот выберем какую-нибудь картинку например давайте вот с одуванчиком одуванчик выбрали вот он у нас загрузился сразу одуванчик здесь можно смотреть использовать яркость изображения то есть или сделать потемнее вот этот бегунок да крутите или сделать посветлее или еще светлее как чего кому нравится да просто смотрите чтоб надписи были четко видно да то есть если совсем светлое сделайте то надписи такие уже более блеклые получается хотя цвет их тоже можно конечно поменять поэтому давайте сделаем например вот такое что-то среднее да и у нас все цвета все буковки очень хорошо видно все картинку мы загрузили дальше давайте загружать шрифты то есть вот эти все шрифты можно поменять нажимаем на шрифт если вы не знаете где загрузить шрифты да потому что тоже много всяких сервисов есть и сайтов просто вот здесь вот нажимаете google фонд и переходите на такой сайт с шрифтами да здесь очень много большой выбор шрифтов рекомендую выбирать шрифты где именно на русском языке потому что на английском языке не все поддерживаются чаще всего не поддерживается поэтому выбираете вот спускаемся ниже и выбираем шрифт который нам нравится не рекомендую выбирать вот такие вот да тонкие надписи потому что она плохо будет видно все надписи поэтому что такого типа вот так вот таких вот надо вот выбирать чтобы было очень хорошо видно да потом что еще не рекомендую выбирать например вот такие вот какие-то вот да вот строчные вот например да вот этот вот ну просто покажу как это будет смотреться даже вот например вот это да вот вроде вам нравится так как будто письмо пишите до нажимаем на название копируем название шрифта вот если давать мы его вставим сюда вот название да вот 10 название шрифта надо вставить и вот смотрите здесь вот такие надписи да сейчас я нажму enter и они поменялись вот видите как получилось но я считаю как-то не знаю мне не нравится если бы они были покрупнее буквы да но здесь размер их нельзя изменить то может быть и ничего а так не нравится не да поэтому давайте выберем все-таки другой какой-то шрифт так сейчас и не такие не очень не размытые которые широко пишутся вот да например как вот это вот широко пишется шрифт тоже не надо много будет место занимать так ну давайте вот этот вот play возьмем наверное его так play копируем название копировать идем генератор меняем название на play и нажимаем enter все вот у нас поменялось все так вот видим получилось так шрифты мы с вами поставили до нужны далее на цвета цвета получается кнопочек там будет наверху всякие так ну давайте связь установим да пусть будет какая-нибудь фиолетовая например да можно и чуть посветлее сделать такую-то летовую поставим вот видите как раз название поменялось на фиолетовая так теперь давайте вы здесь поменяем цвет установим какой-нибудь тоже например голубенький делаем он здесь голубенькая стала это там наверху тоже будет шапка но где вдруг указывается до в сети который там и давайте зеленые поменяем но потемнее сделаем зеленый окей на вот вот это 10 поменял шрифт так давайте сейчас дождите нет поярче лучше сделать окей вот замечательно смотрится кстати смотрите ну если например вы желтые например сделаете тоже просто до показать вам как это вообще выглядит желтенький например окей вот такой будет на давайте желтенький оставим так дальше она читает цвет текста цвет текста давайте вот эти вот всякие кнопки вот туда соответственно у них будет свой цвет до канала включения сделаем что-нибудь такое так у нас в зеленом цвете да ну пусть будет оранжевый например окей вот видите приглушенный оранжевый цвет дальше сделаем давайте какой-нибудь бордовенький чуть поярче окей вот у нас бордовенький красненький и даже еще он поярче так сделали хотя красный не хочу честно говоря хочу синий или да пусть будет синим такого цвета красивый а кстати вот здесь вот можете просто коды цветов даже указывает да но вот смотрите например тоже все элементарно в гугле код цвета вот они все когда так давайте таблица вот выбираете чё нравится да какой цвет ну давайте выберем какой-нибудь пурпурный давайте возьмем копируем просто код так идем обратно ну здесь например мы ставим и закрываем вот здесь мы ставим код пурпурного цвета интер а вот у нас выбраны дам получилось далее там здесь давайте возьмем какой сейчас тут мы давайте возьмем вот такой зелененький да например копировать давайте вот здесь вот строке код указываем зелененький это вот здесь вот у нас отобразилась да дальше так какую еще нам взять там что-то тут нажимаем так тут чем у нас светленькая есть давайте возьмем какой-нибудь например вот яркие конечно хорошо брать давайте синенький возьмем такой вот синенький возьмем копировать вставим синенький нет слишком темный вот он отобразился давайте мы все-таки посветлее его сделаем пусть будет такой вот получше а белый так оставим белый пусть останется белый так все это мы выбрали дальше цвета фона фон это вот эти вот то что надписи на фоне у нас ну я считаю пускай они остаются неизменными принципе они устраивают меня так и далее что у нас линии тема здесь смотрим что у нас так если скрыть фонда это не надо так тут чем нас это вот с правой стороны убирается у нас список до людей лучше пускай будет видно каналы здесь немножко смещаются оставляем там здесь там вверх шапка будет более отображаться да то есть оставим тоже как есть столбцы сервера не знаю не вижу ничего тут изменений так там тоже наверху что-то подтягивается сервера ну здесь смещается немножко так не будем дальше смотрите вот здесь вот эти вот значки можно их тоже поменять да вот стоит по умолчанию если мы например выберем квадратные ответе квадратные окошки появились там эту ли сделаю здесь вот мне например нравится закругленные да вот получается такой вот кружочек в ободке вот так оставим так обратно возвращаемся в меню в принципе все мы сделали теперь надо дать название до нашей темы ну так у нас одуванчик да давайте сейчас воспользуемся переводчиком напишу одуванчик надо писать будут английскими буквами тему да я его перевела копировать вставляем название одуванчик все название сделали теперь мы просто напросто скачиваем у нас уже скачивается такому специальном коде так показать в папке вот она у нас загрузка сохранилась все идем в нашу программку дискорд да и нам надо теперь эту тему установить идем внизу в настройки заходим в темы и нам надо нажать вот сюда вот вот на зелененькую у меня здесь наверху но она у вас будет другим цветом это просто зелененькая потому что тема у меня такая создана создана нажимаем здесь вот наверху на эту клавишу и у нас внизу открывается файлик где у нас сохранятся все наши темы в этой программке да так наша тема сохранилась загрузка давайте мы сейчас откроем наши загрузки загрузки так загрузки найдем нашу тему с вами да вот она загрузилась вот она предпоследние и так отключаем на тему которая сейчас стоит да и включаем тему которому сейчас создали вот она наша тема с одуванчиком вот так вот она красиво выглядит да то есть вот мы переходим к себе на страницу вот этот чат кстати да вот так все это будет выглядеть чат страница наш основной чат для друзей все вот таким вот образом да давайте посмотрим здесь вообще смайлики какие у нас есть ну смайлики то что я заранее грузила да вот эти смайлики тоже я сама загрузила вот видите прямо написано marina moon то есть эти смайлики которые загрузила я но их можно использовать только в своих чатах если вы идете на какой-то сторонний чат да то эти смайлики уже становятся неактивными где вот они тут даже их тут что то а вот они да вот они мои смайлики серенького цвета они уже неактивны да ну есть смайлики которые мы загрузили вот в предыдущих темах то есть в принципе они тоже интересны ими можно пользоваться вот таким вот образом устанавливаются темы можно делать любые темы красивые какие вам нравятся и которых ни у кого нет кстати забыла я еще сказать вот есть тут изображение кнопки и домой тоже да ее можно также поставить или url картинки или загрузить там какую-то кнопочку да вот нажимаете на файл выбрать файл так ну чё какие там кнопки то у нас есть сейчас так кнопки ну такие кнопки там домой да чтоб у нас было любую давайте вот ну вот камешек вот такой красивый установим и все у нас там кнопочка такая будет в виде камешка да вот эта кнопочка домой которые мы установили с вами да вот она конечно такой красивый голубенький получился да так что у нас еще есть то есть вот на него нажимаем да вот наши кнопки вот эти цвета которые мы тоже установили да ну одним словом вот такая вот красота получается так что если вам видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал а с вами была марина майорова пока пока